Всем привет! Сегодня будем делать необычную шкатулку. Мне понравилось вырезать старца. Эта шкатулочка непростая. Эта шкатулочка будет под мешочек с рунами. Я сошью еще мешочек и вырежу туда деревянные руны. И вот будет такой комплектик. У меня осталось несколько заготовок деревянных, и мне не очень хотелось вырезать геометрию сейчас. Поэтому я решила такую 2D, наверное, резьбу объемную. Толщина позволяет, потому что здесь 2 см липа специально для резьбы. Поэтому, я думаю, вполне себе приличное получится лицо. Ну и чтобы довершить образ, я со всех сторон сделаю такие вот волны, переходики. Инструменты буду использовать в полипе. То есть это Татьянка и всевозможные резцы от Сергея Белова. Посмотрим, что будет лучше. Ну и в конце, конечно, буду дорабатывать уже бормашинками, потому что мне шлифовать ими удобно и быстро. Ну что, поехали? Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Высохл первый слой, пока не стала снимать, не стала шлифовать. ДимаTorzok 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 Уже вечер, стемнело, скоро с собакой гулять. Но, конечно, хотелось закончить. Я вообще люблю, когда проект длится день. Потому что, когда поступает другой день, хочется новый проект. Но так практически никогда не бывает, особенно, когда сложные какие-то работы. Хотя, конечно, если не лениться, если обедать быстрее, и не размазывать дела на весь день, то, в принципе, можно все успевать и с покраской, и просушкой. А с другой стороны, не хочется торопиться. Все, сейчас поднялся орс. Я это все завтра сниму. Посмотрим, может быть, понадобится еще один слой. И уже будет тогда финишная полировка. Ну, посмотрим. Странно, я когда включала лобзик, соседка, может, в магазине была, дала мне. Или, может, лобзик не так слышно. В общем, никто мне не стучал по батарее. А может, и стучали, и не слышала. Ну, скоро эта проблема, кстати, решится. Вы даже узнаете, как. Самым непредсказуемым образом. Все, оставляем сохнуть и занимаемся рунами. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ну, вот, покрыли наши руны маслом. Оставляю на ночь сохнуть с одной стороны, а завтра с утра покрою с другой стороны. Ну что, новый день настал. И начнем мы с нанесения масла на обратную сторону наших рун. Такая классная погода на улице. В такие моменты я прям радуюсь, что у меня есть собака, которую я сейчас возьму, и мы пойдем гулять. За время карантина меня еще ни разу не остановили. Они спросили, насколько далеко я отошла от дома, чему я очень рада. Но я не хожу далеко. Но, собственно, у нас здесь есть где гулять. Очень не хочется провести лето дома, поэтому я очень надеюсь, что все-таки в июне нас выпустят. Может быть, не первого, но хотя бы в середине. Ну что, время разобраться до конца с нашей шкатулкой. И начинаем вышлифовывать. Субтитры создавал DimaTorzok Ну что, вот готова наша коробочка. Масло почти высохло. Вот, и можно будет сейчас уже собрать. Сшила я мешочек такой из льняной ткани и тесемочка. 24 наших руны берем и отправляем в мешочек. Теперь у них есть свой домик. Укладываем шкатулочку. Вот. Такой наборчик готов. Сейчас я уже, скорее всего, выложила его себе на сайт. Ссылочку я оставлю в описании. Вообще, можете залезть туда, посмотреть, что я продаю. Может быть, кому-то что-то захочется приобрести или заказать. На заказ тоже работаю. Всем спасибо за внимание. Буду рада комментариям, лайкам. Подписывайтесь, если вы еще этого не сделали. Не забывайте про колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Всем пока!